Доброе утро! Конкурс в депутаты, как в лучшие вузы страны. Сбылась мечта ФАС. Высокая конкуренция. Хорошо это или плохо, мы с вами оценим совсем скоро. Но то, что она есть, мы не просто скажем, но и докажем. По крайней мере, у нас с вами есть шанс выбрать самого достойного. А у студентов есть шанс поверить, что и они достойны. В общем, у всех все есть. Теперь у тех, кто сетовал на отсутствие воды, есть даже вода. А там, где вода, там жизнь. Утренневестник свежий, прохладный, насыщенный, полезный. Рекомендую. Делали как для себя. Быстрее, выше, сильнее. Лучшие спортсмены со всего мира и из Перми начали борьбу за награды на Олимпиаде в Рио. У нас, как в Греции, греческий салат. Тот самый вкус. Сиеста по-пермски. Прислушаются ли пермские работодатели к рекомендациям врачей сократить рабочий день в жару? Делаем ставки. Выборы пермикам. Повод поспорить. Ты туда, я сюда. Как пермяки относятся к моде на раздельный отдых. С хлебом, с солью. Милости просим. Наши дачные истории. Если сегодня вам некого или не с чем поздравить, поздравьте свою кошку. Ну, если она у вас, конечно, есть. Или любую другую соседскую. Сегодня всемирный день усатых, полосатых. Впрочем, окрас может быть любой. Ну, а еще сегодня понедельник. А это значит, начинаем утро с рубрики «Бисер». Отдыхаем хорошо. И по-разному. Но это тема для отдельного обсуждения. Теперь точно ясно, по каким дням отдыхаем. Правительство утвердило календарь праздничных датам на 2017 год. На Новый год россияне будут отдыхать больше недели, а также по 3-4 дня в феврале, мае, июне и ноябре. С выходными днями совпадают лишь некоторые праздники. Они будут перенесены на другие дни. Так, 1 января в воскресенье. Граждане отгуляют 24 февраля, в пятницу. А за 7 января, которое придется на субботу, выходной будет 8 мая в понедельник. К слову, проект «Постановление правительства» был размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Так что, вроде как, большинство «за». И эту же формулировку, как мантру, сегодня повторяют по меньшей мере 2400 человек. Все за, все за. Столько кандидатов в Брикамье на выборах всех уровней подсчитали в избиркоме в связи с окончанием срока подачи заявок и документов. В Государственную Думу выдвинулись 39 претендентов, из них 35 от партий. На выборы Гордумы в Перми выдвинулось 414 человек, из них не менее 90% от 8 политических партий. Уже зарегистрированы 439 человек на выборы депутатов законодательного собрания Пермского края, 76 депутатов Пермской городской думы и 28 депутатов Госдумы Российской Федерации. Еще 651 кандидат по выборам в органы местного самоуправления. Все окончательные решения о регистрации будут приняты до 13 августа, и тогда станет известен полный список участников данной кампании. Что же касается явки, наверное, стоит напомнить о возможности получить открепительное удостоверение. Случились 18 сентября хорошая погода, уверены политические аналитики. Избиратель-то выберет провести воскресенье на даче. Но ведь выбирать – это же наш гражданский долг. Да, и раз уж мы начали про погоду, всех волнует, когда кончится жара. Одни этого ждут, другие нет. Гидромедцентр в прогнозах осторожен. Мы смотрели в других местах. Американский портал Weather.com в ближайшие 10 дней не сулит понижение температуры днем ниже плюс 27. Судя по прогнозам иностранных спутников, поливать на даче тоже придется самим. Обязанность подумать про панамку или другой головной убор тем, кто работает на открытом воздухе или отправляется по делам, советует и другой погодный портал IntelliCast. А между тем, эта метеокорпорация поставляет свои прогнозы для 60 тысяч сайтов по всему миру. Ближайший день, когда можно ожидать более-менее продолжительной осадки – суббота, 13 августа. Прогнозы московского метеобюро, представленные на портале Погода Яндекс, скромнее с точки зрения максимальных значений на столбике термометра. Если начало недели еще встречает Пермь 30-ти градусной жарой, то дальше меньше, ненамного, до плюс 28. Прохладней станет лишь в понедельник, 15 августа, до плюс 24. А пока жарко и пожароопасно. Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует, сегодня местами в регионе сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса. А по югу в отдельных районах чрезвычайная пожарная опасность – это 5-й класс. В МЧС напоминают, человеческий фактор является одним из распространенных причин возникновения природных пожаров. Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности. 8 августа 1970 года – дата, которая разделила историю Перми на двое. До цирка и вместе с ним. Такая преемственность поколений в самом начале Мотовилихи. Ведь есть в Перми те, кто помнит, как здание цирка не было на улице Уральской. А есть те, кто без него этого пейзажа просто не представляет. Говорят, именно этот вид искусства был всегда горячо любим в серьезной и рабочей Мотовилихе. Здесь же в 20-е был деревянный цирк, где выступали настоящие звезды. Например, клоун-дрессировщик Дуров или иллюзионист Эмиль Кио. Но в 43-м оно сгорело. И вот ровно 46 лет назад в этот день построенный по типовому проекту цирк был открыт. С того времени в его убранстве изменилось мало, так что еще один повод посетить представление – полюбоваться на интерьерные решения 70-х в первозданном виде. Но посмотреть деловой подход завтра в утреннем Вестнике значит узнать больше о том, как покупать правильно. Да, ну и что будет с ларьками? Будто бы бисером разбросанными по территории города. В общем, кладезь полезных сведений, так что не пропустите. И сейчас оставайтесь. А может быть и правда аппетит приходит во время еды? Ну так ведь трапеза в самом разгаре. До десерта, читай, кульминации чуть больше месяца. Я, конечно, опять про выборы. Кого выбирать каждый решает сам. Но к этому решению все приходят по-разному. Одни изучают программы, другие голосуют сердцем. Не исключаю споров на политические темы. Вот вы уже спорили с кем-то по поводу того, кто победит на выборах. С таким вопросом мы обратились к пермякам. Люди говорят. Не занимаемся этим. Даже, в принципе, не интересуемся. Все как будет, так оно и будет. У меня отец, он ярый сторонник Владимира Жириновского. Я, допустим, не сторонник Жириновского, но всегда интересно посмотреть на него. Я больше сторонник, так сказать, путинской России. Ну вот. Но и у нас с папой постоянно мы с ним, когда видимся, и папа, сядем что-нибудь за стол, и он сразу говорит, вот, всю Россию испоганили. И вот с этого, собственно, весь разговор и начинается. Я начинаю защищать, он начинает атаковать, ну а мама принимает нейтралитет. Нет, мы вообще даже на эту тему не разговариваем. Как-то не интересуемся. Ну мы своей семьей, допустим, болеем за кандидата. Мы надеемся на лучшее, что пройдут выборы, что-то изменится. В нашем городе он станет красивее, улицы станут чище, чего мы очень хотим. В основном люди заинтересованы, не кто там пройдет на выборы, а что от этого изменится. Муж и сестры. Мы с ним часто спорим. Ну, в основном, да, пенсия, цены, ну, не знаю, мы как-то пристраиваемся и по-другому на все смотрим. Нам все хватает. И мне хватает. Поэтому тут подход разный. Отец мой много смотрит этих критиков политических по интернету, там, блоги всякие. Вот, он насмотрится и давай что-нибудь мне объяснять, я ему в обратную там что-нибудь доказываю. Ни одного из них не знаю и знать не хочу. Правда. Я даже не задумывалась, честно говоря, об этом. У нас, у нас семья не политиков. Правила не обсуждать секс, политику, религию. У нас первое золото. Дзюдоист Беслан Мудранов из Кабардино-Балкарии завоевал первую золотую медаль сборной России на Олимпиаде. Хорошо, что наш все-таки в Рио. Я сейчас в широком и в узком смысле. Поможет ли пермским спортсменам поддержка своих болельщиков, тех, кто волею судеб и графика отпусков на работе остался дома? Нас много. Слово материально. А потому буду говорить про победы и золотые медали. 31-е Олимпийские игры в Бразилии стартовали 5 августа. В нашей копилке одно золото, которое российской команде принес дзюдоист Беслан Мудранов, победивший в весе до 60 килограммов. Пермская дзюдоистка Ксения Чибисова на татами выйдет 12 августа. Главный ее болельщик остался в Перми. Мой самый главный болельщик – это мама. Потому что она в меня очень верит. Но она не может смотреть соревнования, потому что для нее это сильное переживание. Но вот она верит в меня всей душой, и я не хочу ее подвести. Помимо Ксении Чибисовой в российскую сборную вошла также прикамская пловчиха Дарья Мулакаева. И задолго до спортсменов в Рио из Перми улетели другие наши представители на Олимпийских играх – волонтеры. Туристов много, болельщиков много. Сами бразильцы очень в восторге от того, что у них тут проходит Олимпиада. Они прямо так и говорят, что я очень горжусь тем, что я живу здесь, и что у меня Олимпиада, что я бразилец. Тут очень рады русским. Они могут подойти к любому, но когда они узнают, что ты из России, они прямо у них вот глаза такие становятся. Они начинают обниматься, они спрашивают, из какой части России ты. Все они думают, что мы тут все из Сибири приехали. Мы – то, что мы едим. Но если дома любой родитель в силах контролировать рацион подрастающего поколения, то в детских лагерях остается уповать исключительно на добросовестность поваров, администрации и контроль со стороны надзорных ведомств. Мы решили остановиться на этом вопросе подробнее. В ребячем лагере «Новое поколение» на завтрак, обед и ужин – настоящий шведский стол. Вот, например, сегодня в меню. Бутерброд с ветчиной и сыром, суп картофельный с бобовыми, салат греческий и мороженое. Уникальность состоит в том, что все блюда приготовлены из товаров пермского производства. Чтобы накормить 400 детей, сотрудники столовой закупают по 150 килограммов мяса и овощей на один день. С момента закупки продуктов до подачи на стол уходит не более четырех суток, рассказывает заведующий столовой. Помимо поддержки наших производителей, это все-таки сроки поставки и, скажем так, что продукция вся на месте. То есть подвоз быстрый и, соответственно, все самое свежее, все в нашем лагере. Все это мы делаем экологически из чистых продуктов, все потому, чтобы наши дети были здоровыми. Третья смена в лагере подходит к концу. Каждый ребенок, уезжая домой, получит подарок. Среди гостинцев конфеты пермской кондитерской фабрики. Самая вкусная конфета, которую любят дети, это трюфели русские. Конфета очень нежной массы, которая производится путем взбивания пралиновой массы. Во многие учреждения детские, летние лагеря, все-таки поставляется именно эта конфета. Печенье, вафли, мармелад, пастила, зефир. За сутки сотрудники фабрики способны изготовить до трех тонн каждого наименования товара. В этом году предприятие обеспечило сладостями около 60 оздоровительных и санаторных лагерей. Это более 94 тысяч детей. Контроль качества, начиная от входного контроля за сырьем, потом на каждой стадии изготовления полуфабриката. И контролируется уже по выходу готовая продукция. Оздоровление детей всегда было и остается одним из приоритетов в работе краевых властей, как и поддержка местных производителей. Всего в регионе более 70 детских оздоровительных лагерей работают с прикамскими сельхозпроизводителями. Среди них Нытвинский, Верещагинский, Чернушинский молокозаводы, Суксунские овощи, а также Кунгурские мясокомбинаты. Важно, чтобы туда поставляли именно проверенные наши переработчики, кто обладает всеми характеристиками по качеству продукции, всеми сертификатами соответствия. На очереди в лагерях последняя четвертая летняя смена. Начнется она 8 августа. Пермские производители уверяют, что к их продукции вопросов не возникнет. За качество всегда готовы ответить. Руслан Пепеляев, Тимофей Солов, телекомпания «Ветта». У Михаила Саевича, как в Греции, все есть. Для настоящего греческого салата точно. Не знаю, чем их там на Олимпиаде кормят, а мы, пожалуй, побалуем себя. Ну и вас тот самый вкус. Тот самый вкус в эфире я, ведущий Михаил Косинегер. Ах, этот греческий салат. Ему в России каждый рад. Для греческого салатика, классического я замечу, у нас все есть. Оливочки, помидорчики, перчик, огурчик, лучок, укроп, петрушечка. И самое главное, это сыр. На этот раз абегейский. От крупнейшего производителя Удмуртии. Можга-сыр. Натуральные продукты. И только для вас. Начнем с огурчика. 1986 год. Самый разгар перестройки. Мы с женой назанимали денег и рванули в Болгарию. Нам по тем временам наменяли огромную сумму, тысячу рублей на двоих, по курсу один рубль, один лев. Как-то просто богатей. За границу мы с женой поехали в первый раз. Море, солнце, магазины, иностранцы, глаза, ну просто, я вам бы сказал, в разбег. Так, утром завтрак и на море. Обед и тоже. Куда? На море. Кормили вкусно, но как-то непривычно для нас. Ну, во-первых, почему-то давали мало хлеба. Во-вторых, супчики все были какие-то протертые. Не поймешь, то ли суп, то ли кашка жидкая. И третье, картошку вообще не давали. Вот там-то я впервые и отведал греческий салатик. Ну, в принципе, то же самое, что и наш овощной, только с сыром, брынзой и с оливками. А давали нам этот салат и на завтрак, и в обед, и на ужин. Но он нам почему-то не надоедал и, кстати, очень-очень полюбился. А группа-то наша была сборной. И очень много женщин и мужчин были из маленьких городов, сел, даже деревень. И у них, как и у нас, все было в первый раз. А вечером к ужину все надевали на себя все самое нарядное. Почему? Да потому что вечером это кафешки, концерты, прогулки. Словом, начиналась настоящая светская жизнь. А вот сейчас нарезаю лук. Я очень боюсь заплакать. И не только из-за лука, а от воспоминаний. Наших дам очень удивляло, что к ним все сразу начинали обращаться на русском языке. Ну, как они все узнают, что мы русские? Спрашивают они. И вот тут наш гид, очаровательная юная болгарка, которую звали Слава Сказелов. Ну, как вам сказать, потому что вы все приходите на ужин в очень ярких кремпленовых платьях. А мужчины почему-то в галстуках. А у нас так не принято. Это же лето, курорт, все в светлом и в легком. А надо сказать, что тогда в СССР кремплен был очень дорог и очень моден. И у наших девчонок в чемоданах, конечно, лежало по самому крутому кремпленовому платью. Ну, а как же? Знай наших. Вот здесь вот оливочки. Пошли они у нас целиком. В общем, отдохнули мы, я бы сказал, просто славно. Приехали домой, а дома всей нашей туристической группой устроили прощальный ужин. В меню была картошечка отварная в мундирчиках, селедочка, пельмешки. И, конечно же, так полюбившийся нам в Болгарии греческий салат. Но, должен заметить, да, мы на прощальный ужин явились на каблуках и в кремплене, а мы все в галстуках. Вот так-то. Немножко уксуса, растительное маслице, соль, черный перец. Хорошо перемешиваем. Ну что, попробуем. Любят, ну это прямо, ну, ну, короче, тот самый вкус. Партнер программы Машгасыр. Кафе-жаровня Тары-бары. В такую погоду об этом, кажется, никто всерьез не задумывается. А ведь через три недели, между тем, день знаний. Да, так, к которой принято готовиться. Не забыли ли об этом разморенные жарким августовским солнцем пермики? Интересуемся и напоминаем. Уже совсем скоро прозвучит первый школьный звонок, и у вчерашних детсадовцев начнутся уроки. В этом году в первый класс в перми пойдут 12 тысяч детей. Это на 700 ребят больше, чем в прошлом году. Для родителей, помимо волнительных ожиданий, 1 сентября – это вполне ощутимые финансовые расходы. Стоит подготовиться к тому, что цены совсем не детские. Полная экипировка первоклассника – это 10 тысяч рублей минимум. Перед родителями школьников стоит еще одна важная задача – помочь детям адаптироваться к рабочему режиму. Если об этом не позаботиться заранее, то весь сентябрь ребенок будет испытывать трудности с ранним подъемом и концентрацией на уроках. В результате могут пострадать и дисциплина, и успеваемость, говорят педагоги. Что касается приемки самих образовательных учреждений, то она продлится до 10 августа. Межведомственная комиссия традиционно проверяет школы сразу по нескольким направлениям. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, выполнение санитарных, гигиенических и медицинских мероприятий, проведение ремонта в соответствии с нормативными требованиями. Подтвердить свою готовность к учебному году должны 129 школ. Асфальт плавится от жары. Уж не знаю, допускают ли это ГОСТы, СНИПы и другие нормативные документы, но так на то есть ответственные люди, чтобы знать, чтобы строить и ремонтировать. Некоторые дорожные вопросы найдут ответы сегодня и прямо сейчас. Наведьте комментарии недели. Когда у тебя есть имущество, в данном случае дороги, надо сначала их нормально содержать. Если остаются средства, нужно их нормально ремонтировать, потому что если их не ремонтировать, они придут в упадок. Где-то нужно и капитально ремонтировать. И только те деньги, которые уже остаются после содержания ремонта, можно направлять на реконструкцию строительства. На сегодня нормативы такие, что капитальный ремонт надо проводить через каждые 12 лет на дороге. Текущие ремонты в городе, ну, где-то, наверное, в городе 3 года, за городом 5 лет. Но мы ограничены дорожным фондом. За дороги платим мы и стоимость бензина. Повышать стоимость бензина и увеличивать сумму на дороге сегодня государство у нас не имеет такой возможности. Поэтому, естественно, что мы выбираем самые болевые точки, самые плохие участки для того, чтобы обеспечить устойчивость нашей дорожной сети. Транспортная отрасль достаточно привлекательна для инвесторов. И государство сейчас выстраивает такую политику, что в транспортной отрасли привлекались инвестиции. То есть дают понять, что на одних бюджетных деньгах сейчас не выйдешь. Жизнь меняется, и транспортная инструктура во всем мире, она должна быть привлекательна для инвесторов. Я думаю, что сегодня мы достигли достаточно высокого уровня привлекательности всех этих объектов. Даже в Пермском крае. Разработка проекта уже, можно сказать, идет. И я предполагаю, что мы будем искать поддержки, конечно, у федерального правительства, потому что это достаточно дорогое удовольствие построить еще один мост. Но боюсь, что федеральное правительство будет жестко требовать, чтобы этот мост был платный. Потому что на сегодня позиция его такова, что у нас бесплатных проектов хватает, и нужно людей приучать к платности дорог. Это тяжелая история. Люди это воспринимают непросто. Но, тем не менее, мы без этого никак не сможем дальше двигаться в развитии инфраструктуры. В Прикамье зафиксирован 20-ти процентный рост обращений в скорую помощь, вызванных тепловым перегревом организма. Рекомендации врачей носят как личный, так и общественный характер. Людям советуют воздержаться от прогулок на Санцепёке. А работодателям ни много ни мало подумать об организации нового социального явления. Сиеста по-пермски, а так вообще может быть? Первые признаки перегревания. Нарастающая усталость, слабость, тревога, обильное потоотделение. Кожа становится бледной, холодной и влажной. В этом случае нужно обязательно оторваться от работы и сделать перерыв минимум на 10-15 минут. Если не полегчало, обратиться к врачам. Но ещё лучше не доводить до этого, а принять превентивные меры. С 11 до 17 часов не находиться под прямыми солнечными лучами и следить за температурой на рабочем месте. Работодатель обязан обеспечить на рабочем месте своим работникам определённую комфортную температуру. И она не должна быть выше 28,5 градусов. Если этот порог превышен, то, конечно, работодатель должен производить какие-то мероприятия по поводу снижения этой температуры. Либо отпустить человека с работы раньше. Даже если работодатель решит привлечь вас к дисциплинарной ответственности за самовольную сиесту, это решение легко оспорить в суде или трудовой инспекции. Стоит помнить, что при 29-ти градусной жаре в офисном помещении рабочий день сокращается уже до 6 часов. Далее ещё на 30 минут за каждые полградуса. В итоге при температуре в 32,5 градуса Цельсия работать можно всего один час. Данные нормы относятся к офисным сотрудникам. Если же вы занимаетесь физическим трудом, температурный порог ещё ниже. Ритис Барауско, Стимофей Салов, телекомпания «Ветта». А вы уже ели тыкву в этом году? Пусть вам это не покажется странным, но я вообще-то про арбузы. Ещё со школы помнил, что арбуз — это ягода. Оказалось, тыквина. В общем, их сезон на самом деле только начинается. Как и пресс-парад в утреннем «Вестнике». Только он начинается каждое утро и почти в одно и то же время. Кандидатские держите шаг. Известные люди в думских списках российских партий. Статью под таким заголовком читаем в журнале «Власть». Предвыборные списки ассоциируются обычно с лидерами партии. Однако за каждой мощной спиной главы партии стоят сотни кандидатов. Единого образа кандидата 2016 при конкурсе в 17 человек на одно думское место не существует. Некоторые из них достаточно узнаваемы для того, чтобы помочь, как считается, принести дополнительные голоса. На каждых думских выборах списки кандидатов в депутаты украшаются известными людьми, сделавшими себе имя не в политике, а совсем иных сферах. Бизнесменов берут, как считается, за финансовую поддержку избирательной компании, а известные лица — для пропагандистского эффекта. По словам экспертов издания, существует определенная зависимость. Между тем, насколько партия уверенно чувствует себя перед выборами и количеством привлекаемых селебритис. Хотя избиратели хотят видеть скорее профессиональных менеджеров. Мало быть, звездой надо быть хорошим кандидатом. Парад работ. Впервые с начала кризиса компании опять нанимают, пишет журнал «Деньги». Благая весть для пиарщиков, маркетологов, программистов, банковских служащих и агрономов. Спрос на эти специальности растет, в связи с чем некоторые эксперты прогнозируют на осень восстановление рынка труда в объемах двухлетней давности. Впрочем, специалисты предупреждают, что прыгать от радости в связи с ростом экономики пока не стоит. Большинство отраслей кадровый позитив не затронет. Сайты поиска работы фиксируют прежде всего запросы крупных и успешных компаний, тогда как средний и малый бизнес людей по-прежнему не нанимает. По словам экспертов, небольшие предприятия стараются заменить уволенных сотрудников фрилансерами. Например, очень распространенным явлением стала бухгалтерия на аутсорсинге. Предприятия продолжают это практиковать, несмотря на то, что количество недовольных внешним бухгалтерами весьма велико. Ведь на самом деле эффект от такой оптимизации часто оказывается негативным. Слово из девяти букв. 80 лет назад кроссворд стал постоянной рубрикой огонька. Ольга Волкова и Никита Аронов проследили эволюцию популярного развлечения и его поклонников. 80 лет назад в нашу жизнь плотно вошла популярной на Западе игра в слова. В отсутствие интернета и телевизионных викторин, журнальные кроссворды стали любимым развлечением граждан. А заодно и предтечей современного брейн-фитнеса, индустрии системных тренировок интеллекта. Прокачка памяти, снятие стресса, профилактике болезни Альцгеймера или просто развлечения. В любом случае кроссворды оказались одной из самых живучих современных игр по всему миру. Сейчас доступ к информации довольно прост. В случае со сложным кроссвордом можно погуглить и найти любые данные. Не нужно так много знаний держать в голове. Значительно важнее сейчас умение быстро оперировать информацией. Поэтому в будущем кроссворды, вероятно, будут востребованы в какой-то другой форме. Например, в образовательных учреждениях для игровой работы с детьми в школах. А в качестве варианта быстрого развлечения кроссворд, скорее всего, проиграет новым мобильным играм. Но это произойдет не сразу. Почему стоит завести домашнее животное? Рассказывает журнал «Психология». Обладатели домашних животных реже ходят к врачам. Реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Питомцы также снижают наш уровень стресса и помогают не чувствовать себя одинокими. Глубокая привязанность, которую мы к ним чувствуем, повышает нашу самооценку и предохраняет от депрессии. Врачи рекомендуют каждому взрослому человеку не менее 30 минут физической активности в день. А прогулки с собаками в среднем длятся 24 минуты и совершаются дважды в день. При этом такие прогулки полезны не только для здоровья, но и для психики. Если у вас пока нет собаки, можно предложить знакомым. Иногда выгуливать их пса. Домашним животным может быть не только собака или кошка. Исследования показали, что польза для здоровья не зависит от вида питомца. Секрет влияния наших питомцев на нос кроется скорее в нашей собственной психике, а не в них, говорят специалисты. Мой дом, моя крепость. Но некоторые пермские дома, особенно в частном секторе, как многие средневековые замки, давно утратили былое величие. Но если объекты замковой архитектуры привлекают историков, туристов, а их руины на особом контроле, находиться в некоторых постройках краевой столицы просто небезопасно. А там до сих пор люди живут. В субботу рухнул потолок в одной из комнат дома номер 7 по улице Красновишерская Монтовилихинского района. Обрушение произошло ночью. Травмы получили женщина и ее двухлетний сын. Они оказались под грудой кирпичей. Малыша с трудом достали из-под завалов. Потом я искал ребенка, он не было. Он был внизу, сверху песок там было. Под завалом? Вот где-то 2-3 минуты я искал ребенка. Потом я ноги нашел. И жена мне помогала, они достали ноги. А ребенок, который не дышал, ничего. Дом разрушился. Вот этот завал, все на ребенку было. Вот этот завал, все устаскивали. Все на ребенку было. Слава Богу, все обошлось. Слава Богу, да, обошлось. Все живы. Дай Бог врачам здоровья. По словам местных жителей, деревянному зданию было более 50 лет. Очевидно, это и стало причиной обрушения. Следователи по данному факту проводят проверку. По предварительным данным, ребенок проживал в доме с родителями и бабушкой. В ночь на 6 августа в комнате, где спали мама и ее ребенок, произошло обрушение потолка. В результате женщина и мальчик получили травмы, незначительные травмы, необходимые от медиц, которыми они были госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас их состояние оценивается как стабильно, удовлетворительно. Их жизнью и здоровье ничего не угрожают. Отец-изверг, несколько лет издевавшийся и моривший голодом десятилетнего сына, предстанет перед судом. В Краевом следственном управлении завершено расследование этого жуткого преступления. В шоке даже следователи. В такое зверство невозможно поверить. Тем более, что трагедии, как это часто бывает, можно было избежать. По данным Краевого следственного управления, в течение двух лет житель Лысьвы насиловал своего десятилетнего сына. Ребенок жил страшной жизнью. Родной отец бил его, не пускал на улицу, изощренно мучил. Запирал в холодном подвале, морил голодом, лишал сна. А в начале января изверг избил мальчика до смерти и утопил тело в городском пруду. Жестокость необъяснимая. То есть родной сын вообще подвергался всяким разным мучениям, издевательствам со стороны семейки, как говорится. Откуда такая жестокость, понять невозможно. Говорю, что хотел таким образом унизить его, но понравилось, стал дальше совершать. Еще нельзя не отметить, что он в длительное время содержался в местах решения свободы, сам гражданин, порядка 18 лет. Видимо, в порядке вещей такое унижение. Я думаю, что от этого еще ноги распутали. Кроме того, установлено, что в детстве с ним также иногда издевались родители. Тоже за непослушанием помещали в яручную яму, где там держали по несколько дней. Видимо, соответственно, таким образом он также воспитывал своего ребенка. В ходе детального расследования установлено, что к совершению преступлений в отношении малолетнего причастны супруга обвиняемого и ее 18-летняя дочь. Следствием собрана достаточно доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подробный репортаж смотрите сегодня в «Вечернем Вестнике» в 19 и 21.00. Но промышленникам сейчас тяжелее, чем многим. Работать в такую погоду в цехе, на заводе, где кипят и шкварчат всякие агрегаты, это непросто. Но ведь работают. И в городе, который гордо называет себя промышленным, к ним обращены высокие ожидания. Их надо оправдывать. Это обрабатывающий центр с программным управлением. Такие станки предназначены для работы в производствах различного типа, начиная от небольших мастерских и заканчивая тяжелым машиностроением и аэрокосмической промышленностью. Фрезерный агрегат способен обработать широкий спектр деталей различной степени сложности. Сегодня для работы на современном оборудовании требуются и соответствующие знания. Пермские промышленники успешно решают кадровый вопрос. Интерес к инженерным специальностям растет. К тому же предприятия могут сегодня предложить хорошие условия труда и высокие зарплаты. Растет и качество выпускаемой продукции. Город, в свою очередь, всегда готов поддержать заводчан. По словам директора машиностроителя Владимира Ломаева, с муниципальными властями выстроены конструктивные взаимоотношения. Разрастается поселок, отсутствует инфраструктура, нету дорог. Мы регулярно встречаемся с городскими властями, обсуждаем эти вопросы, ищем выходы из положения. И я считаю, что такое взаимодействие промышленных предприятий, Мотоверевский район и администрации дает свои хорошие плоды. Понимаю, что, с одной стороны, мы должны обеспечить минимальное присутствие административных барьеров в рамках взаимодействия города, региона и предприятия, а с другой стороны, для работников предприятия создать полноценные комфортные условия в краевой столице. Такой формат взаимодействия позволяет решать помимо глобальных проблем и локальные вопросы. Так, по просьбе заводчан, муниципальные власти отремонтировали лестницу, которая вела к предприятию, и машиностроители больше могут не переживать за свою безопасность. Денис Пальчиков, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Далеко не любой спор придет разрешать в суде. И это радует. Нужно все-таки уметь договариваться. Чаще это становится сложным, когда речь идет про деньги. И в этом случае неплохо было бы не только аргументы иметь свои, но и ориентироваться в ситуации в целом. В конце концов, в суде все четко регламентировано. Правила оспаривания кадастровой стоимости для собственников объектов недвижимости могут быть усложнены. С подобной законодательной инициативой выступили сразу несколько групп из разных субъектов Российской Федерации. Если эти инициативы пройдут, то проблемы могут возникнуть не только у тех собственников, которым только предстоит оценить свою недвижимость, но и у тех, кто успел это сделать по старым правилам. Со сложностями столкнутся владельцы земельных участков, дач, коттеджей, квартир, торговых центров и предприятий. Напомним, что именно по кадастровой стоимости будет вскоре исчисляться налог на недвижимость. И чем она выше, тем больше придется платить. На сегодняшний день оспорить оценку рыночной стоимости несложно. Сейчас для юридических лиц досудебное оспаривание эта процедура является обязательной. А есть две возможности, то есть обращение в комиссию, обращение в суды. А вот для федерических лиц это право выбора дано. Или же физическое лицо об оспаривании обращается в комиссию с пакетом документов, необходимым для рассмотрения. Или же сразу же в судебном порядке рассматривается этот же вопрос. Сложившаяся система позволяет гражданам и юридическим лицам достаточно успешно снижать величину кадастровой стоимости. Согласно данным Краевого Росреестра, за полгода у полномоченной комиссии принято 257 решений. Из них в пользу заявителей 196. Снижение кадастровой стоимости по результатам оспаривания составило в среднем 57%. Число обращений растет. Судебная практика есть, и она достаточно радужная. Достаточно очень много дел, судебных дел по оспариванию кадастровой стоимости. Судом утверждается изменение в стоимости, и, соответственно, за этим следует пересчет налога, налоговой ставки налога на имущество. В результате оспаривания гражданами кадастровой стоимости бюджеты теряют колоссальные суммы. Например, только одно предприятие смогло перерассчитать стоимость своих фондов с 75 до 26 миллиардов рублей. Закон о государственной кадастровой оценке, основные положения которого вступят в силу с 1 января 2017 года, сохраняет возможность оспорить кадастровую стоимость в комиссиях или в суде. Однако граждан может ждать неприятный сюрприз. Будут серьезно ужесточены правила процедуры. Главная цель законопроекта – наполнить муниципальные бюджеты. Число заявлений неуклонно растет. За 2016 год в полтора раза больше, чем за тот же период 2015. И цель – каким-то образом усложнить процедуру, сбить вал этих обращений с тем, чтобы в конечном итоге наполнить бюджет. Потому что бюджеты реально теряют от изменения кадастровой стоимости. Мы понимаем, что кадастровая стоимость определяет размер налога, который вы уплачиваете за принадлежащую вам недвижимость. Законопроектов таких, повторюсь, не один. Их много. Пройдут ли они? Вполне возможно. По мнению специалистов, законы об усложнении процедуры оспаривания кадастровой стоимости будет принимать уже новая Дума. Так что тем, кто задумывался о желании снизить свое налоговое бремя, стоит поторопиться. Андрей Вылежнев, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта». Некоторые вещи из прошлого с течением времени приобретают некий орел романтизма и вспоминаются с легкой ностальгией. И я думаю, это нормально, учитывая, что прогресс его все равно не остановить, и мы по большей части его принимаем. Но некоторые вещи были забыты совсем незаслуженно. Как только не ухищрялись граждане в 90-е, перевозя крупные суммы денег. А вы теперь можете начинать придумывать свои способы. Правила денег подробнее. Партнер проекта «Жилищно-строительный кооператив Островского-30». Новая квартира в центре города. Добрый день. Как с наименьшими потерями перевести крупную сумму денег из одного города в другой. Казалось бы, нет ничего проще. Положил на счет, снял со счета. Но банки за эту операцию берут значительную комиссию. Причем не только крупнейший банк страны, у которого есть оправдание. В разных регионах работают разные территориальные подразделения. Ну и все остальные. Я узнала об этом, когда мои знакомые из Екатеринбурга покупали квартиру в Перми. Например, вы решили положить деньги на счет в одном городе и снять в другом. Вам будет интересно узнать, что банки берут комиссии и за перевод денег со счета на счет, и за снятие наличных со счета. Можно воспользоваться системами моментального перевода. Им не нужно платить за снятие наличных, но стоимость перевода, как известно, выше, чем в банке. Некоторые банки разрешают переводить деньги из одного филиала в другой без открытия счета. Такая услуга тоже стоит денег, но меньших, чем обналичивание и моментальный перевод. Есть еще один вариант мобильной банковской приложения, но здесь возьмут не только процент за перевод, но и придется растянуть это удовольствие на несколько дней. В приложениях есть ограничения по сумме перевода в день. Мои знакомые, намучившись, все же решили, как в 90-е ввести наличку самостоятельно, выбрав самый опасный, но и самый дешевый способ. Это правило денег. К нам едет миллион. Именно такую амбициозную задачу привлечь в регион миллион туристов ставит в Прикамье профильное ведомство. Тенденции пока за такую возможность. В прошлом году прирост турпотока составил 20%. Пермский край посетили 600 тысяч искателей приключений. Удовольствий. Ну и всего того, зачем вообще люди путешествуют. Сегодня в Пермский край в большинстве своем туристы приезжают за экстримом. Как сообщили в профильном министерстве, именно сплавы по рекам и горнолыжный спорт пользуются популярностью. В перспективе развитие получит еще одно направление – познавательный туризм. Сейчас Пермский край уже вошел в ряд межрегиональных проектов, среди которых «Великий чайный путь» и «Красный маршрут». Русское географическое общество пытается восстановить маршрут экспедиции русского Колумба, пролегающий от датского города Хорсенс, где родился Витус Беринг, через Урал и до Аляски. Это будет самый протяженный туристический маршрут в мире, опорными точками которого станут пермские города Аса, Кунгур и Соликамск. Все это должно привлечь турпоток в регион. Правда, как говорят эксперты, для начала мы сами должны полюбить свой регион и сами в первую очередь проникнуться историко-культурным потенциалом края. Первый этап развития – это когда пермяки, жители города, выезжают за пределы своего города и отдыхают где-то на этих турбазах. А второе направление – это жители окрестных городов и районов приезжают в Пермь, как город, выполняющий столичную функцию, где они могут сходить в театр, в цирк, в кино, там еще что-то, пообедать в кафе. Вот эти два потока, они сейчас являются основными. То есть их нужно поддерживать. И они наиболее легко осваиваемые потоки. А потом уже можно говорить о туристах, которые будут приезжать из соседних регионов, для того, чтобы отдохнуть в Пермь. Но потом уже третье, да, можно и о иностранцам говорить. С милым рай и в шалаше, и вместе, и по отдельности. Свободные в нравах европейцы опять впереди планеты всей. На этот раз модным у них стал раздельный отдых. И говорят, тренд подбирается к нашим границам. Что ж, если и так дальше пойдет, у нас и тещи в гости приезжать перестанут. И вообще, давайте узнаем, как у нас к этому относятся. Пересматривать фотографии с летнего отдыха – одно из любимых занятий в семье Рудаковых. Но совместных снимков практически нет. Ведь супруги предпочитают отдыхать раздельно. На это, как выяснилось, есть сразу несколько причин. У нас есть коты, собаки. Мы не можем просто так дом закрыть и уехать отдыхать. Поэтому все равно кто-то должен в доме находиться. Остаться на хозяйстве. Да, поэтому мы вот для нашей семьи приемлем такой отдых, что мы путешествуем отдельно друг от друга. Муж с детьми, либо я с детьми. Ну и еще такая вторая причина нашего раздельного времяпрепровождения – это то, что мы вместе работаем. Дома вместе, на работе вместе. Да, конечно, мы должны немножко дать друг от друга отдохнуть. Есть и третья причина – разные интересы супругов. Если Светлана предпочитает спокойный отдых у моря, то Игорь отпуск проводит активно. Любит горные лыжи. В этом году был на Эльбрусе. Психологи утверждают, что крепкой, дружной семье такой отдых пойдет только на пользу. Главное – доверять друг другу. Я бы сказала, что отношения, подсемейные отношения, как бы они ни строились, если это не является проблемой для супругов, если это не мешает их жизни, пусть будет. Потому что все остальное – дело вкуса. Вот внутри каждой семьи есть какие-то границы, есть свои правила. До тех пор, пока эти правила не нарушаются, неважно, рядом супруги или порознь, это помогает. Если правила начинают меняться, если границы нарушаются, если появляется ложь, если появляется неискренность, ну, такие отношения рано или поздно могут просто разрушиться. Идея проводить отпуск раздельно очень популярна на Западе, где супруги финансово независимы. И хотя подобный формат находит своих почитателей и в России, все же традиционный совместный отдых пользуется у нас наибольшей популярностью. Люди тянутся к природе. Некоторые вообще считают, что садоводы появились аккурат после того, как советских граждан перевели на пятидневную рабочую неделю. Вот и Валерия Ермакова только появляет в свободную минуту в такую-то погоду. Она сразу на дачу. Предлагаю составить компанию Валерии. Пусть виртуально. Партнер проекта «Европейский квартал» от кирпичного завода на Закаменной. Сегодня мы гостим на приусадебном участке семьи Щербининых. Здесь, между прочим, много всего интересного. А на входе с хлебом да солью гостей встречают пермяк с соленой уши. Это явное олицетворение наших сегодняшних хозяев. Они люди гостеприимные и, без сомнения, творческие. А такой весьма замысловатый материал, как дерево, в умелых руках Александра Щербинина приобретает необыкновенные формы. Приходя в лес, на любое дерево, на любую корягу лежащую присмотришься, и уже что-то видит он. Мне показывает, я вижу что-то другое. А все вместе потом мы как бы соединяем, и у нас получается варенье. Варенье. Какой-то персонаж. Да, какое-то творенье. Она что-нибудь придумает, мне подкинет идею, но я уже думаю, как дальше это все делать. Она все у меня придумывает. Он как золотая рыбка, скажем так. Я пожелала, он исполнил. Мы друг друга дополняем. Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Правда, конечно, она не повернется, но говорит эту фразу почти каждый, кто проходит мимо, рассказывает хозяин. Первый персонаж – это у нас избушка на курьих ножках. У меня оставались отходы этих брусьев. Я вот соорудил избушку на курьих ножках. Крыша у нас из ивы, из коры и ивы. Мне самым нравится. Это корни от елки. Так и стоит на этих ножках. Люди приходят, проверяют, как держится. А рядом у нас вот чертик появился, трехглавый змей появился тут. А вот самая значимая скульптура для хозяев на участке – обращение к Богу. Она будто притягивает к себе хорошую энергетику и дает вдохновение для новых творений. Входили по лесу, собирали грибы. И я увидел вот этот коряга валяется. Там лес валили, и эта коряга нам понравилась. Нашли голову, приделали ручки, гармошку приделали, шляпу. Но без Чебурашки это тоже персонаж неполный получается. Она же у меня требует. Говорит, давай Чебурашку. И я начал соображать, как Чебурашку сделать. Уже по-современному. Микрофончик пришлось приделать. Дритмы воображаемой мелодии свои акробатические номера выполняет гимнастка. Проведя некоторое время в этом фантастическом месте, понимаешь, что самое интересное где-то затаилось. То колобок на дереве свисает, то откуда ни возьмись, баба-яга истинно выглядывает. Нашлось место даже для птичьего отеля. Причем у каждой семьи тут свой неповторимый скворечник. А заведуют всем этим делом два прелестных журавля, которые свили свое гнездышко над огородом. Это ведь здоровая жизнь, чистый воздух, здоровые продукты. Ну и естественно долгий жизненный путь, продолжение его. И я думаю, что вот поэтому мы подались за город. У нас взаимопонимание, любовь и дружба присутствуют повсеместно, повседневно, ежечасно. И вообще вот мы счастливы, мы довольны жизнью, мы довольны, что мы здесь. Тут как нельзя кстати подойдет фраза «О дивный новый мир». Щербинины построили такое в доказательство, что это под силу каждому. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Желание пермяков в выходные отправиться ближе к истокам может касаться самых разных возможностей провести время. Можно уехать к истокам, устьям, ну и вообще на речной берег. Можно на пару дней уехать на деревню к дедушке, бабушке, а можно отдохнуть культурно. Два дня Полина Рифа провела в этнографическом музее Хохловка. Там проходила современная этническая культурная камва. «Почему люди не летают?» «Почему люди не летают?» «Эта старая истина на камере не работает. Здесь летает все. Люди, мысли, рыбы, змеи. А самое главное, здесь летают любовь и свобода, которые окрыляют все вокруг себя». Полетать над обыденностью удалось не без помощи и этих ребят. Они называют себя странниками, это если в переводе на русский. В оригинале название группы звучит так – «Кзаврэбе». Странники из Грузии колесят по дорогам мира уже лет 10, успев за это время поработать с Плачета Доминго, Андрея Бачели и Ниноко Таманзе. В этом году звезды сложились так, что пути, наконец, привели на камбу. «Кзаврэбе» Публика демонстрирует продвинутость, знание плейлиста и даже грузинского. Во всяком случае, интонационно в яблочко попадает. Я благодаря вам еще один раз почувствовал то, что язык – это очень второсипедное. Главное, что мы понимаем друг друга вот здесь. Лизы – и все это очень второсипедное. Спасибо вам огромное. На время фестиваля сердце как будто вообще становится одним на всех, распахнувшись навстречу великому многообразию музыкальных направлений и стилей. От музыки этнической до электронной музыка перемещает слушателя во времени и пространстве. В Средневековье, например, зритель смог перенестись на крыльях очелья сороки. Голос Ульяна, вы его слышали, он, безусловно, может быть как проводник. Он позволяет людям что-то почувствовать, что-то услышать, такое, о чем они, может быть, даже и не подозревали. И это, собственно, цель нашей группы, в глобальном смысле цель музыки. Впрочем, оторваться от земли на Камве помогали не только песни, но и змеи воздушные. В фестивале воздушных змеев приняли участие сотни желающих. На специально организованном мастер-классе можно было соорудить свою крылатую ипостась. У проекта в этом году серьезный хедлайнер. Это китайские мастера, организаторы известного международного фестиваля в Айфане, чьи небесные произведения раскрасили в этом году хохловские выси. А это уже традиционный проект Камбы и всякий раз с неожиданной – этно-мода. Ее программа собирает лучших российских модельеров и дизайнеров этнической одежды. Тема этого года – узоры. Народные узоры – один из любимейших принтов современных авторов городской моды. И дизайнеры-участники не поскупились на обилие этно-орнаментов, задав им современное звучание. Я сама хожу в этой одежде, и мы тестировали эту одежду среди молодежи, среди обычных людей. Она очень стильна, она современна. Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры Пермского края. Камба объединила десятки проектов – этно-кино, ленд-арт, фото-выставки, детские и взрослые мастер-классы, фестиваль ремесленников, праздник нового хлеба. На эти три дня жизнь всех участников стала увлекательнейшим путешествием из прошлого в будущее, впечатление от которых – мощный импульс для движения только вперед на целый год до следующей Камбы. Раз, два, три, браво! 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 Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Давайте быть добрее. Вот ученые попытались доказать – любви достойны почти все. Например, акулы. Долгое время они считались жестокими существами, но исследователи считают, что это из-за зловещей музыки, которая обычно сопровождает их появление на экране. В ходе эксперимента выяснилось, что те испытуемые, которые смотрели ролики с негативными мелодиями, хуже относились к акулам, чем те, которые наблюдали видео с позитивной музыкой. Я же говорю, давайте быть добрее прямо сейчас. Партнер проекта – стоматологическая клиника «Ортоцентр». Двадцать по небу месяц куражится, а мы с тобой удастся, а мы с тобой разглядываем странные ребусы, по щупке друг друга узнаем под музыку. От каждого случайного прикосновения бегут-бегут мурашки по спине и тянет на такие откровения, что тени в удивлении застывают на стене. Мы сокращаем расстояние, нечаянно проливая сладкий чай, и учащается дыхание, и губы встречаются, как будто невзначай. В тёмном небеседе на самолёты, пипяты черти от волосы или наши имена. Поглушила нас весна посвяти мегаполиса, ты да я, да тишина. Рассвет из-за кулисы, штор появится, лучи прилипнут к потолку. Мы у подъезда распрощаемся, вольёмся мы в толпы бегущие спросы. Я буду ждать звонка, и день, и два, и месяц, затаим дыхание, буду ждать. Потом отпустят тресты, и паря голова начнут по капли забывать. В тёмном небеседе на самолёты, пипяты черти от волосы или наши имена. Поглушила нас весна посвяти мегаполиса, ты да я, да тишина. В тёмном небеседе на самолёты, пипяты черти от волосы или наши имена. Поглушила нас весна посвяти мегаполиса, ты да я, да тишина. Поглушила нас весна посвяти мегаполиса, ты да я, да тишина. Поглушила нас весна. Тем, кто совсем недавно сетовал, дескать, скучная жизнь в Перми, уж и сказать-то нечего. Богат событиями наш город край догоняет. Недаром же к нам столько народу стремится. Тот, кто ищет недостатки, всегда их найдёт. А мы стараемся искать события позитивные и не лукавим, говоря о том, что у нас мы в сущности, как по всей стране. Но возможностей у нас с вами больше. Если вы ещё раз посмотрите на всё, что происходит, убедитесь в этом сами. Всегда есть чего ждать. Если кто-то желал жаркого лета, то оно есть. И это лишний раз подтверждает, что ждать надо. И заказывать, чего ждёшь, тоже надо. Никто за вас желать ничего не будет. Это только ваше решение. В понедельник, 8 августа, в Перми синоптики прогнозируют ясную погоду, без осадков. Юго-западный ветер 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление нормальное. 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днём до плюс 30 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова